Наконец! Google выпустил мессенджер Allo, который анонсировал еще в мае на конференции Google.io, и мы можем на него теперь-таки посмотреть. Но более важный и интересный, наверное, даже не сам мессенджер, а то, что это первое приложение, в котором мы впервые сталкиваемся со штукой под названием Google Assistant. И раз уж речь о мессенджерах, то мне сегодня понадобится мнение капитана Кокули. Что же такое Google Allo? Очередное... ...в мире мессенджеров? Или Вестник Лучшего, который наложит большую на своих конкурентов? Это Дроидер, с вами Борис Веденский. Поехали! Приложение уже вышло для iOS и Android, но в России пока недоступно, поэтому, чтобы установить его на Android, нужно скачать АПК-файл, ссылочка есть в описании. Регистрация такая же, как в остальных онлайн-чатах. Allo привязывается к вашему мобильному номеру, но не только. В настройках можно выбрать аккаунт Google, к которому приложение будет привязано. Видимо, это сделано для персонализации. Интерфейс приложения обычный, но дизайн приятный. Все примерно такое же, как в WhatsApp или Viber, только выглядит проще и симпатично. И при этом, я бы сказал, не так аскетично, как в Telegram. Среди базовых функций переписок ничего особо мозговыносящего нет. Помимо текстовых сообщений, вы можете отправлять друзьям свое местоположение, картинки, еще рисовать на них, а вот обрезать видео пока нельзя. Эмодзи, много стикеров, голосовые сообщения, естественно. Еще есть удобный индикатор отправки и получения. А при помощи ползунка можно настраивать как бы громкость вашей реплики, крикнуть что-то или прошептать. Сделано просто и интуитивно. Имеются обычные групповые чаты, а для отправки секретных отчетов или интимных фоточек, а или того и другого одновременно, есть зашифрованный режим инкогнито. А тут имеется таймер удаления сообщений. Можно выставить, какой вам нравится или убрать вообще. Киллинг-фишкой мессенджера является наличие умного ассистента Google Assistant, который должен прийти на смену сервису Google Now. Впрочем, на данный момент, по моим ощущениям, количество функций ассистента примерно соответствует Google Now. С виртуальным помощником можно общаться в отдельном чате или включать его в переписку с друзьями. Он умеет вполне привычные вещи, рассказывает вам про афишу кино, переводит тексты, может показать почту, включить будильник и тому подобные штуковины. Сам ассистент пока общается только на английском, зато понимает русский, можно даже отправить ему голосовое сообщение. Какая погода сегодня? Пожалуй, одна из самых полезных его фишек — это умные подсказки-ответ. Они работают как в чате с ассистентом, а еще появятся в обычных чатах, когда ассистент заработает на русском. Потенциально это может здорово ускорить общение при обсуждении каких-то технических моментов времени, места встречи, ресторана и тому подобное. Сейчас ассистент работает не просто только на английском, но еще и в тестовом режиме, поэтому на него можно и нужно жаловаться. Если он что-то сделал не так, спокойно нажимайте на палец вниз и пишите свой отзыв. Может быть, улучшат потом. В целом, конечно, удобно, чтобы вся лента общения с помощником сохраняется в одном месте в единой переписке, но, скажем честно, не каждый раз я буду заходить в мессенджер для того, чтобы посмотреть, где находится, не знаю, ближайшая пиццерия или что-то. Интересно, будет ли реализована синхронизация с Google Now или с будущим Google Ассистентом, который встроит в Android? Скорее, все-таки да. Ну и на закуску моя любимая фишка ассистента. Это игры. Пока их немного, естественно, они работают на английском, но они дюжа прикольные. Например, та, которую показывали еще на первой презентации, угадай фильм по эмодзи. Очень прикольно и весело затягивает, а главное, можно играть в других чатах с друзьями. Есть и несколько других. Например, наоборот, угадай эмодзи по описанию или викторины по тематикам. Это, конечно, не заменит сторонних ботов, но все равно приятно. В целом, впечатление получилось, конечно, двоякое. Запускать мессенджер в 2016 году — это все равно, что ехать в бар в 5 часов ночи. Поздновато. Кроме этого, у Алло есть ряд минусов. У него нет функций звонков, синхронизации с другими устройствами, нет ботов, нет своих коллекций стикеров и нет каналов. Кроме этого, не работает восстановление чатов после сброса. Но есть и ряд плюсов. Он стильный, простой и быстрый. Кроме прочего, Алло — это Google, а значит, все будет хорошо интегрировано в остальную экосистему. А еще подсказки ответов выглядят перспективной штукой. Ассистент в чатах с друзьями — это тоже любопытно, но пока сыровато. Но не будем забывать, что главный актив мессенджера — это его аудитория, поэтому здесь, скорее всего, зависит от того, насколько активно Google будет продвигать сервис. Что касается лично меня, то мне Алло понравился, и, скорее всего, я буду рекомендовать его друзьям, когда чат запустится в Россию официально. А теперь узнаем мнение капитана Какули. Качайте WeChat! Спасибо, что посмотрели этот ролик. Поставьте лайк, если вам понравился обзор, и пишите в комментариях, что вы думаете о приложении Google Алло. Подписывайтесь на канал, это Дроидер — самые актуальные и классные ролики о гаджетах, хай-теке, приложениях и технологиях. С вами был Борис Веденский. До встречи в будущем. Итак, итак... Блин. Приложение вышло для... Твою насрать, а? Приложение вышло для...